Ах, несчастный, а у меня голова сегодня болит. Пожалел, да. Вопреки своему дрочливому характеру Петрушка жалеет свою наставницу Ольгу Чудову. Вы скажете, не похож он на того кукольного мальчишку, к которому все привыкли. А вот артисты фольклорного коллектива «Птица Жар» вам ответят, это и есть тот самый настоящий русский народный Петрушка. Именно таким его помнят наши бабушки и их бабушки. И именно он испокон веков считался главным масленичным героем. В отличие от остальных кукол народного театра, Петрушка, кстати, никогда не говорил человеческим голосом. Его всегда озвучивали с помощью специального пищика. Из банки жестяной сложила две пластиночки, а между ними тряпочку проложила. И тряпочкой обмотала, ну и подшила, ну ленточкой. Сами, да? Да, чтобы в серединочке вот эта ленточка, как бы прословечка, она дребезжит и дает звук такой. А вот нрав у Петрушки совсем не изменился. Драчливый, но зато непобедимый герой. Отбирает у цыгана лучшую лошадь, выбирает себе в невесты самую красивую девушку на селе и даже побеждает саму смерть. И все это также по традиции под заливистый смех детворы. Свои вечерки артисты коллектива «Птица жар» стараются делать максимально аутентичными, со старинными песнями из глубинки. Но надо сказать, что масленичных песен нижегородских не так много, потому что у нас в Нижегородской области, ну редко где были специальные масленичные песни, либо они до нас не дошли. У нас катались на лошадях, ели блины, ходили в гости друг к другу, а таких, чтобы песен или чучело там жечь, это мало где. У нас в Нижегородской области чучела и не было, поэтому мы его тоже не делаем и не жгем. А вот различного рода забавами масленичная неделя славится. Обязательно нужно замешать тесто для блинов. Месим, месим, месим тесто! А вдоволь наевшись, сплясать с медведем. Любовь Рубальченко, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ.